Ну, наглость такая, уже дальше некуда. Но мы боимся просто, что могут людей покусать. Бездомных животных мы можем встретить, как во дворах многоквартирных домов, на улицах частного сектора, возле школы детских садов. Они пугают не только взрослых, но и детей. На сегодняшний день только в районе горбольницы замечено около 20 бродячих псов. Говорят, что недавно на горбольнице девочку покусала собака, в школу шла. Тут же постоянно дети ходят. Так они на нас кидаются, на мусор как выносить? Они этот мусор вытаскивают с помоек, таскают по граде. У нас дворник не успевает убираться. Одна из собак с лаем кидалась на дворника, который пытался ее прогнать, рассказывает возмущенная пенсионерка. Местные жители опасаются, что рано или поздно одна из таких встреч с бездомными голодными псами может закончиться трагедией для них. Дети подходят к мусорнице, они ведь на детей бросаются. Взрослые подходят, они еще побаиваются. А когда дети, то они смело уже к ним. Вот она уже пошла. Проблема бездомных животных как в городе Каннске, так и во всем Красноярском крае стоит остро и, по мнению экспертов, будет решена только тогда, когда повысится социальная ответственность жителей, выбрасывающих питомцев на улицу. Новый закон предусматривает наказание для тех, кто позволяет себе такое. Закон запрещает убийство бездомных животных. Стерилизация – самый разумный вариант решения этой проблемы и самый гуманный. Только посмотрите на эту жучку, она щенила совсем недавно. И эти четвероногие теперь тоже обречены на бездомную жизнь. С жалобами на собак жители Каннска обращаются в администрацию города. С них специалисты берут письменное заявление. Многие жители уже традиционно обращаются в службу заказчика по телефону 35400, подают заявку, в которой сообщают примерно окрас, сколько животных, чтобы мы могли не задвоить заявки и вовремя отредактировать те заявки, которые передаем подрядчику. Добавим, в настоящее время в Каннской администрации готовится заключить контракт со специализированной фирмой. Договор с предыдущим подрядчиком закончился. 100 тысяч ушло на отлов и стерилизацию 23 бездомных собак. Сейчас чиновники работают над конкурсной документацией и надеются к середине февраля завершить все необходимые процедуры. Алина Нахаева и Вячеслав Морозов. Телекомпания Каннск, 5 канал.